Сегодня между понятиями лихорадка Эбола и эпидемия мировая общественность с уверенностью ставит знак равенства. Совершая свой смертельный блицкрик по планете, эта болезнь продолжает уносить жизни людей. По данным Всемирной организации здравоохранения, число жертв достигло отметки в более чем 8 тысяч человек. Заражено вирусом порядка 20 тысяч. По-прежнему страны Западной Африки сохраняют за собой статус эпицентра эпидемии. Однако не только Южный континент хранит в себе опасность, и не только смертельная лихорадка Эбола угрожает жизни и здоровью путешественников. Сведения о вспышках поступают постоянно. Например, чума в Мадагаскаре, тяжелый острый респираторный синдром Саудовской Аравии, болезнь легионеров в Нидерландах. Это только сведения о каких-то последних вспышках. Но, конечно, наибольший интерес в настоящее время вызывает лихорадка Эбола. Более того, сегодня смертельный вирус проник в некоторые страны Европы и США. Пусть случаи заражения и единичные, а знакомиться с эпидемиологической ситуацией того или иного государства лишним не будет. Кстати, по словам туроператоров, любопытство в этом вопросе у потенциальных туристов крайне вялое. Чаще всего об инфекциях, которые бушуют в желание для отдыха стране, рассказывают сами туроператоры. О Казахстане в туристическом агентстве наша съемочная группа решила выяснить, где предпочитают проводить зимние каникулы наши соотечественники и есть ли среди них те, кто едет в потенциально опасные районы на африканском континенте. Особенность этого года – это, конечно, Египет из Бреста. Все очень рады этим вылетам. Рейсы хорошо заполняются, и, конечно, туристы с удовольствием покупают такие туры. Кроме этого, Арабские Эмираты, Шри-Ланка, Куба. Но, конечно, количество туристов по этим направлениям гораздо меньше. На сегодняшний день Кения развивает свой туризм, поэтому уже, ну, для многих, скажем, такое направление уже изведанное. Ну, другие страны в связи с эпидемиологической ситуацией тоже, скажем, даже если они развивают туризм, многие туристы, когда узнают, что надо сделать определенный ряд прививок, которые делаются за 2-3 месяца до поездки, конечно, уже не все на это согласятся. Однако даже, несмотря на это, желание оказаться среди прерий, ибо Абабов побеждает. Конечно, сегодня профилактика в виде прививок и информированности населения делают свое дело. В итоге смертельная лихорадка не угрожает жизни и здоровью жителей Синекой. Тем не менее, специалисты советуют лицам, совершающим поездки в потенциально опасные районы, быть бдительными в отношении своего здоровья и здоровья окружающих их людей.